Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир привести кладбище в более хороший, чистый, опрятный вид. Очень много людей подержал этот субботник, да? Да, очень много людей, там более 300 человек наших горожан вышли, которые поняли, что действительно это наша история. На этом кладбище покоятся не только наши предки, но и также предки тех людей, которые Меликес наш, можно сказать, основали, да, купцы и Марковы, и Таратины, и Бурковы. Они же все там похоронены у нас, на этом кладбище. Поэтому без нашей истории у нас не будет будущего. Если мы будем любить, знать свою историю, то мы будем любить свой город, и эту любовь мы можем передать своим детям. То есть первые действия какие-то, можно сказать, были сделаны руками, то есть стали помогать непосредственно городу привести в порядок. Да, да, да. Вот, также мы, наверное, почти год, да, работали вот над этим изданием. Это путеводитель от Меликеса до Димитровграда, который вот мы издали совместно с администрацией нашего города. И надеемся, что этот путеводитель будет не просто вот такое вот одиночное издание, да, которое вот мы сделали, и работа на этом закончилась. Мы хотим, чтобы это была такая живая история, которая каждый год, каждый месяц, может быть, пополнялась. Все изменения, которые каким-либо образом наш город коснулся или коснулись уже здесь, нашли свое отражение. Вот путеводитель написано от Меликеса до Димитровграда. То есть там вот охватывается, какой период истории. История вот начиная с какого-то времени. Да, у нас мы здесь вот впервые, наверное, в печатных изданиях, какие были у нас про наш город, постарались начать свой рассказ о земле, о Меликесской. То есть о тех событиях, которые происходили здесь у нас на Меликесской земле около ста тысяч лет назад. То есть тех первобытно общинных стоянок, которые были на реке Чаримшан, которые были уже найдены. И сколько еще у нас очень много ненаденных, неразведанных археологических источников в городе и в Меликесском районе. Это еще в будущем, я надеюсь, археологи найдут. Откуда вся эта информация? Я понимаю, вы работали в каких-то фондах, наверное, в Ульяновске, может быть, в Москве? Да, ну, работаем постоянно в архивах, архивы и Самар, и архивы Ульяновска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Вот по последней вот работе, которая была у нас по пивовару Багутинскому, да, это вот пришла информация из пражского архива, из Праги, из Чехии. А вот если так вот полистать и коротко рассказать про этот путеводитель, то есть понятно, что история охватывается очень большая, период, но вот все-таки что содержится в путеводителе, какая информация? Ну, в путеводителе, конечно же, у нас содержится история нашей земли. История Меликесского района, города Димитровграда, города Меликеса. Тут и Булгары у нас есть, и Татаро-Монгольская Ига у нас присутствует, ну, и, соответственно, Советское время, Революция, Великая Отечественная война. После истории города у нас город разбивается на три района, то есть это Западный, Первомайский и Центральный, и мы указываем все памятники, которые у нас есть в городе. И каждому памятнику у нас есть аннотации, соответственно, когда был он установлен, кому он был посвящен и кто архитектор. Так и у нас идет по всем трем районам. После памятников у нас идет примерная нами предлагаемая экскурсия по Димитровграду, где человек, приехавший в город впервые, может погулять и посмотреть, какие здания, какие архитектурные памятники. Соответственно, по этому плану у нас идет разбивка на дома, где каждое здание, каждая особняк, который у нас представляет архитектурную историческую ценность. А таких у нас около ста. Да, таких у нас около ста. Он показывается в разрезе своей истории, то есть кто, когда, для чего построил это здание, что в нем находилось. Далее и сейчас, на сегодняшний момент, какая у него функциональная принадлежность. Как раз этим занимался, я понимаю, фонд. То есть такую работу никто до этого не проводил? Такая работа была сделана в 90-е годы. Да, она была сделана как раз на основании этой работы. Это была сделана работа Натальи Шнайдер, рульяновским архитектором. Она у нас год проработала. На основании этого были сделаны списки, которые внесены в реестр особо охраняемых зданий. Но мы сделали более такую скрупулезную работу, то есть мы проверили все эти данные, внесли изменения, внесли что-то новое. И очень много зданий, конечно же, требует более детального и более глубокого изучения, потому что вопросов очень-очень много. То есть мы слышим, что путеватель содержит информацию о всех памятниках нашего города, о всех исторических зданиях, что еще? Исторических зданиях, да. Кроме этого, здесь у нас информация представлена Комитетом по культуре нашего города, информация о всех культурных объектах города, о музеях, о театрах, о библиотеках, о выставочных центрах, кинотеатрах, кинотеатре. Кроме этого... История сегодня. История, да. История сегодня. Кроме этого, есть раздел Димитровград Духовный, где описываются все храмы нашего города, где описывается наша городская мечеть. Очень интересный раздел получился «Спорт», в котором прописывается по каждому виду спорта достижения димитровградцев. Все наши, так сказать, мэтры спортивные, какие у нас проживали в городе, проживают. Кроме спорта, дальше у нас идет информация сугубо такая очень специфическая. Это для тех, кто приезжает. Как добраться до города, как передвигаться в городе, где остановиться в гостинице нашего города. Где покушать можно, где развлечься можно. Соответственно, полезная информация потом. Это банки, салоны связи, магазины сувениров, аптеки, медицинские государственные частные учреждения, ветлечебницы, парикмахерские салоны красоты. Я так понимаю, проект все-таки это некоммерческий, путеводителей не будет в продаже. Проект некоммерческий, путеводителей пока в продаже не будет. Пока издано не такое большое количество экземпляров, которые разлетелось у нас вообще. Мы не ожидали, что так быстро это все уйдет. Мы будем, конечно же, заказывать допечатку тиража, чтобы этот путеводитель был не только у людей, но и в библиотеках нашего города. Ну, наверное, даже и в учебных заведениях, чтобы он тоже был. И, соответственно, тем людям, которые прочитают этот путеводитель, мы очень будем благодарны, если они какие-то свои предложения о дальнейшем развитии этого издания в какую-либо сторону, может быть, дополнения, какие-то замечания они будут нам присылать. Мы очень будем благодарны это все подправить, исправить, дополнить, если это нужно будет. Ну и, конечно же, как сейчас уже стало в порядке вещей, мы планируем издать этот путеводитель в электронном виде, чтобы люди могли со своих гаджетов заходить, с планшета его прочитать, пролистать, посмотреть. То есть, чтобы было удобно и все можно было прочитать. Я понимаю, все-таки проект некоммерческий, вас поддерживали спонсоры, все-таки ведь это стоило определенных денег. То есть, наверное, что из группы инициативных людей, кто пришел вам помочь. Наш город, наш Димитровград, он, конечно, не без добрых людей, очень много коммерсантов, молодых коммерсантов, молодых людей вообще, которые предлагают, ну, не деньги, например, а свой труд какой-то в наборе текста, в переводе с графического в текстовый вид. Они откликнулись, помогли, и мы продолжаем с ними работать в других уже проектах, которые продолжаются, как бы и планируются в этом году, уже в 16-м году, издаваться в городе. Насколько известно, путеводитель раздарили хоккеистам, кто у нас участвовал в чемпионате мира, то есть, которые приезжали к нам из-за религии. Да, 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 да. То есть, вот решили его распространять. Данный путеводитель, да, оказался в подарках тех команд, которые приезжали сюда на финал чемпионата мира по хоккею с мячом, действительно. Андрей, давайте еще поговорим также о планах вашего фонда. Что хотите еще делать? Я так понимаю, это не единственная работа, которой вы занимаетесь. Я так понимаю, много еще всего-всего впереди. В планах планы очень такие большие. Надеюсь, что все, что мы запланировали, оно сбудется. Вот буквально в начале марта, скорее всего, да, в начале марта к нам придет допечатка тиража. Это книга внучки нашего первого пивовара Вацлава Яновича Бугутинского о своем предке, о том, как они здесь в Меликельсе жили, о том, что случилось с семьей после событий революции 17-го года. Книга очень интересная. Тоже благодарим наших димитровградских спонсоров, которые помогли нам оплатить издание этого дополнительного тиража. И, соответственно, эта книга продаваться она тоже не будет. Мы ее будем или в конкурсах разыгрывать, и распространить по библиотекам бесплатно, по учебным заведениям, чтобы люди могли спокойно ее прочитать. То есть столетняя история будет описана, да? Да, описана будет столетняя история как раз этой семьи. Семья очень примечательная, очень интересная. Кроме этого, планируем совместно с Димитровским краеведческим музеем издание воспоминаний, мемуаров, работ нашего первого краеведа, первого ветеринарного врача, это Дырченко Степана Григорьевича. Там очень интересные книги. И это история Меликеса, которую он написал в 1947 году. Он был ровесником тех лет, как бы он видел и революцию видел, видел и дореволюционную жизнь в Меликесе, и первые шаги советской власти. Он в этом во всем принимал живое участие. Поэтому эта книга воспоминаний будет, я думаю, очень интересна всем. Основатель первой музейной коллекции. Основатель первой музейной коллекции, первого ветеринарного нашего пункта. Это работа совместная с Кровеведческим музеем. Также еще планируем воспоминания тех людей, которые находились здесь в эвакуации в годы Второй мировой войны. Это была Ленинградская публичная библиотека имени Слатыкова и Чедрина. Люди, которые здесь жили в Меликесе, оставили очень интереснейшие воспоминания. Я думаю, тоже горожанам будет очень это все интересно почитать. Я понимаю, планов и идей очень много. Будем надеяться, что год тоже 2016 будет насыщенным для вашего фонда. И огромное спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. И благодарю вас, телезритель, за внимание. И напоминаю, что сегодня в гостях у нас в студии был председатель историко-культурного фонда Меликес Андрей Макеев. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»